Есть целый ряд других проблем, на которых мне хотелось бы сегодня остановиться, потому что они недооценены, они просто решаются. Если они не решаются, это может иметь необратимое критическое влияние на результат как гистологического исследования, так и дополнительных методов исследования. Все это обусловлено тем, что исследование гистологического материала является многоэтапным процессом, этапы которого разнесены, и разные люди, разные специалисты зачастую несут ответственность за каждый из этапов. Если представить его в таком функциональном виде, то это своего рода круг, который начинается с клинициста, и клиницистом уже заканчивается. То есть у клинициста должна быть идея, мысль о необходимости выполнения биопсии, он ее назначает, он выбирает способ и забора материала, объем вмешательства биопсийного, диагностического. Он же должен отвечать за маркировку или идентификацию материала, что он принадлежит конкретному пациенту. И вот этот вот этап транспортировки или доставки материала от места забора к месту, где он, собственно, будет приготавливаться, тоже относится к этой части. Если вы посмотрите, то вот наши зарубежные коллеги, которые занимались изучением этих вопросов, они доказали, что именно на этом пре-преаналитическом этапе, который происходит вне лаборатории патоморфологической, происходит самое большое количество ошибок, и тех ошибок, которые имеют необратимое негативное влияние для пациента. Дальше есть целый ряд этапов, которые происходят в лаборатории. Много говорят о проблемах на преаналитическом этапе, о проблемах фиксации, обработке материала, о том, как это может влиять на результат, в первую очередь, дополнительных методов исследования. Это тоже отдельный вопрос, но, тем не менее, в пределах лаборатории значительно меньше ошибок происходит, хотя они тоже могут возникать. И, на мой взгляд, один из важных этапов – это пост-постаналитический этап, это этап интерпретации результатов, которые получает врач-клиницист. У нас есть ограничения сигнальной системы нашей второй или речевой системы, и, на мой взгляд, иногда мы не задаем вопросы в силу объективных и субъективных причин, которые возникают и которые надо задавать для того, чтобы та информация, которая вложена в заключение, была, собственно, адекватно трактована и нашла отражение в тактике для конкретного пациента. Один из ключевых этапов – это первые этапы, этапы забора материала и его доставки. И есть такое понятие, которое называется «время холодовой ишемии». Это время от прекращения кровообращения в удаленном органе или в извлеченном фрагменте ткани, что тоже для нее работает, до момента погружения этого объекта в фиксирующую жидкость, то есть до момента фиксации. Речь идет об адекватной фиксации. Мы немножечко поговорим о том, что это значит. Почему это так важно? Потому что пока материал не фиксирован, в нем происходят биологические процессы, которые при прекращении кровообращения носят характер деградации. Это распад белков, распад нуклеиновых кислот. Это приводит к тому, что в первую очередь тонкие методы не работают, либо результат их нас не удовлетворяет. Также очень важен выбор контейнера для фиксации объема фиксирующей жидкости, потому что если ваш орган или фрагмент резерцированной ткани повторяет контуры тары, это неадекватно выбранный контейнер. Даже если он идеально вписывается в диаметр контейнера, это все еще не оптимально выбранный контейнер. Соотношение фиксирующей жидкости к объему материала должно быть в идеале 1 к 20, а не 1 к 1, и часть объекта находится вне фиксатора. Это приводит к неадекватным результатам, как на уровне гистологии, так и на уровне последующих методов. Это мое любимое. Понятное дело, что есть у нас ресурсные ограничения. Иногда мы выходим из ситуации, так сказать, с использованием смекалки. Но, тем не менее, формалин является довольно агрессивной жидкостью. Мы не знаем, как она взаимодействует с контейнером из-под бахил и чем это закончится. Вот, собственно, если суммировать основные моменты, о которых нужно помнить при выборе соответствующей емкости. Почему нейтральный забуференный формалин так часто фигурирует? Сейчас на это все время обращают внимание, потому что качество раствора, качество фиксатора обуславливает результат фиксации. Если у нас не соответствующая концентрация, если она низкая, то мы не достигаем необходимой фиксации, то есть материал продолжает разрушаться, разлагаться или гнить. Если это избыточная концентрация, то тогда она приводит к обратному эффекту для поверхностных отделов образования. Скорость есть проникновения в ткани у формалина определенная. Если очень высокая его концентрация, он приводит к оагуляции поверхностных отделов ткани, и вглубь больше ничего не проникает, и в центре материал гниет все равно. Соотношение 1 к 20. Может быть, как бы субоптимальное соотношение. Понятное дело, бывают объемные большие объекты 1 к 10, но не меньше. Особенно если речь идет о какой-то длительной по времени транспортировке или длительном хранении до того, как материал поступит в работу. Ну и о чем хотелось бы мне напомнить. У нас тоже есть регламентирующие документы. Их не так много. Есть два приказа по патологоанатомической службе. В 179-й Н приказ регламентирует прижизненные патологоанатомические исследования. И вот пункт 11 подразумевает, что материал без соответствующей сопроводительной информации, в том числе клинической, может быть не принят. Или, по идее, не должен быть принят на исследование. Это не просто праздное требование, это не каприз. Потому что адекватная сопроводительная клиническая информация, информация о инструментальных методах исследования позволяет не просто повысить качество заключения, но и сократить его сроки. А зачастую сократить его стоимость, если мы говорим о выборе дополнительных каких-то параметров исследования. Вот, собственно, покрупнее. Очень много говорится о сроках. Я тоже хотела бы, конечно, оговорить этот вопрос. Они регулируются не только в 915 приказе, в котором прописаны максимум 15 рабочих дней, не календарных. Об этом тоже много кто забывает. Вообще во всех наших регламентирующих документах именно рабочие дни фигурируют. Если вы посмотрите, то исследование биопсийного материала не более 4 рабочих дней. Есть здесь несколько коллизий, потому что, во-первых, нет определения для биопсийного и операционного материала. То есть нет того водораздела, который бы позволил нам сказать, что вот это еще биопсия, а это уже операционный материал. И это напрасно, потому что продолжительность обработки материала зависит от размера фрагментов физически. Никуда от этого не деться. То есть для малых биопсий, пункционных, эндоскопических, 4 рабочих дня – это вполне реальные сроки. Но если мы говорим о иссечении образования кожи, то это формально тоже биопсия, вмешательство, биопсия, образование кожи. Но, тем не менее, этот материал обрабатывается довольно долго, особенно если выражена подкожно-жировая клетчатка, и обработка может занимать до 5-7 рабочих дней. Что касается моногистохимии, то тут предел 15 рабочих дней, опять же, но мы немножечко поговорим об этом попозже. Насколько реальны эти сроки? Вполне. Если у нас есть соответствующее кадровое обеспечение подразделения и материально-техническое обеспечение. То есть при довольно высоком, соответствующем все тому же приказу уровня автоматизации процесса в пределах лаборатории, эти сроки реальные. Но что мы на самом деле имеем? Мы имеем отсутствие автоматизации, отсутствие информатизации, отсутствие снабжения расходными материалами. Либо такое минималистическое. Это, я вам поясню, это баночки, которые имитируют процессор карусельного типа. Это так называемая ручная проводка. К чему это приводит? К тому, что вместо того, чтобы взять нормальный фрагмент, потолганатом берет фрагмент размером с винегретинку. Мы это так и называем винегретирование. То есть это маленькие такие 0,5-0,7 сантиметра кубики, которые заворачиваются в марлечку, завязываются веревочкой. Собирается из них гроздь, эта гроздь опускается в баночку, и лаборант по часам смотрит, когда им переместить из одной баночки в другую. Лаборант мог пойти там в туалет, пообедать, забыла, отвлеклась ей, позвонили. То есть речи о стандартизации обработки материала не идет. Как можно говорить потом о стандартизации воспроизводимости каких-то дополнительных методов, иммуногистохимии, молекулярной генетики, если мы вот на этом уровне зависим от фазы Луны и фазы цикла? Никак. Ну, в общем, и это вот снабжение наше тоже. Это что касается сроков. На сегодняшний день многие пошли вам навстречу, вы говорите о том, что удалось сократить сроки. Есть два способа сократить сроки при ограниченных кадровых и материально-технических ресурсах. Первый – это нарушение технологической процедуры, что опять же влечет за собой неадекватные результаты последующих методов. И второй – это сокращение качества на аналитическом этапе. Это значит, что вот это вот давление на этом этапе диагностическом приводит к тому, что мы вместо того, чтобы сокращать сроки, получим снижение качества заключений быстро, легко. И мы с этим сталкиваемся. Это, к сожалению, не абстрактное какое-то предположение, а это, к сожалению, наша реальность. Я вам приведу один очень простой пример. Мне очень нравится, мне его рассказали несколько лет назад, мой наставник. Молочная железа. 90% случаев, когда выполняют биопсию образования в молочной железе – это подозрение на рак, которое, как правило, подтверждается. 90% раков молочной железы – инвазивный протоковый рак. То есть если патологоанатом будет на каждый трепанобиоптат молочной железы писать инвазивный протоковый рак, он в 90% случаев будет прав. Это как-нибудь характеризует уровень его профессионализма? Нет. Это как-то мотивирует его развиваться, учиться, что-то изучать? Нет. Если нет запроса из клиники. Вот эти 10%, которые не укладываются в эпидемиологическую чистоту, в какие-то стандартные ситуации, они характеризуют профессионализм патолога. Они самые сложные, они требуют времени. Если мы находимся в очень жестких временных рамках, которые не позволяют нам отклониться ни в какой ситуации, это приведет к тому, что все сложные случаи будут либо обобщены с простыми, либо пропущены. Что касается иммуногистохимии, это отдельная, если честно, на мой взгляд, довольно больная тема, потому что многие регионарные учреждения ставят перед собой задачу иметь иммуногистохимию, делать иммуногистохимию во что бы то ни стало. Иммуногистохимия бывает разная. Иммуногистохимия бывает аппаратная. Это закрытый цикл, это закрытая реагентика, специализированная для этого аппарата, что необходимо для того, чтобы минимизировать человеческий фактор. Фактор внешней среды стандартизирует результаты исследования. Ну, как мы уже говорили, если у нас ручная проводка, это все равно не помогает. Но, с другой стороны, у нас есть более демократичные аппараты, аппараты открытого типа. У нас все еще есть ручная иммуногистохимия, которая зависит элементарно от температуры в помещении, зависит от рук конкретного человека, от разведения конкретного реактива. Можно это пытаться нивелировать, используя реактивы, так называемые ready-to-use в готовой концентрации. Можно это пытаться нивелировать, используя стандартизированные наборы для определения, скажем, HER2-экспрессии. Это стандартный набор с антителом и сопутствующая реагентика. Если ты делаешь все по инструкции, ты можешь рассчитывать на воспроизводимый результат. Но мы же пытаемся еще экономить, у нас есть ограниченные ресурсы, мы пытаемся исходить из того, что у нас есть, и делать хоть что-нибудь. Поэтому мы покупаем самое дешевое концентрированное антитело. И сами его разводим. Не имея большого опыта работы с этой методикой, мы получаем неадекватные результаты. Потому что разведение концентрированного антитела требует отработки протоколов в рамках конкретного учреждения, использования внешнего контроля, причем составного. Как правило, даже если используется контроль в большинстве лабораторий, где я была в регионе, это либо один контроль на партию, то есть это никак не позволяет отвечать за адекватность каждого исследования. И это, как правило, только позитивный контроль. А результат ИГХ-исследования для ХЕР-2 напрямую зависит от времени экспозиции с последним реактивом. То есть чем дольше ты в этом реактиве держишь, у тебя даже ноль будет, трехплюсовый. Для того, чтобы отсечь ложно-позитивные результаты, нам нужно иметь внешний негативный контроль. Этого, к сожалению, не делают. То есть иммуногистохимия – это непростая история. История очень комплексная, история очень зависящая от многих факторов, поэтому просто, если у вас делают иммуногистохимию, это, к сожалению, еще не значит, что вы можете верить ее результатам. У нас есть система внешнего контроля качества в нашей стране, она начала пока работать. И, если честно, ей, наверное, год. И участие добровольное все еще. И платное. Поэтому я не знаю, насколько это будет эффективно, пока мы не видим результатов. Ну, чтобы, так сказать, не быть голословной, вот эта простая картинка позволяет, в общем, проиллюстрировать несколько факторов, которые влияют на результаты иммуногистохимии. Это экспрессия стероидных рецепторов при раке молочной железы. Это время задержки фиксации. Отсутствие задержки – 4 часа, 8 часов. И задержка на ночь. То есть в зависимости от времени задержки фиксации, от разных клонов, мы можем получить нулевой результат в эстроген-позитивной опухоли. То есть диаметрально противоположный результат. Часть этих факторов, большая из них, является модифицируемыми. То есть вы можете в рамках своего подразделения организовать вот эти вот моменты, чтобы избежать подобных проблем. Если мы их суммируем. Централизация – это, конечно, открытый вопрос, потому что нет универсального решения, как уже говорили. Решение будет сайт-специфичным, то есть в зависимости от условий материально-технических и кадров в каждом регионе. Но, на мой взгляд, все-таки в большинстве ситуаций проще создать одну хорошо оснащенную, хорошо укомплектованную, в том числе кадрами, лабораторию и организовать доставку материала в эту лабораторию. Если мы это все сделаем, но у нас все еще останется ручная проводка, мы, к сожалению, можем не получить тех результатов, на которые мы рассчитываем, как и если врачебный и средний медицинский персонал не будет соответствующим образом подготовлен. А если у клиницистов не будет требований адекватных к результатам исследования, у патологов не будет стимула расти, развиваться, соответствовать этим требованиям. Поэтому, конечно, в первую очередь онкологи должны быть эрудированными, образованными и понимать, что они могут получить и что они имеют право просить. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.